Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья с полными сумками! Добра-то сколько нас ждет! Очень много! Давайте смотреть! Это что-то материал. Это полимерная длина. Какая красивая длина. Вы по-моему любимой малюбер. Наталья у нас главная народница уссуриста. Сегодня мы всю передачу будем говорить о вот таком прекрасном рукоделии. У нас в гостях руководитель клуба мастеров-народников Наталья Антипина. Всем привет! Говорит канал Телемикс. Программа «Есть Тудэй» и я ее ведущая Ольга Муравьева. А с нами этот день проводит наш генеральный спонсор – группа предприятий «Янта». «Янта» – продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» – есть вкусно! Сегодня у нас в гостях человек, который представляет народный уссурийска, руководитель клуба мастеров-народников Наталья Антипина. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Я не помню, бывали ли вы у нас в этой студии, но очень рада вас видеть. Знаю, что вы очень творческий человек, многогранный. Кстати, Наталья у нас еще замечательно поет. Мы обязательно в конце программы, ближе к концу, продемонстрируем замечательный клип, который они сделали в соавторстве с подругой «Ко дню города». Ну, а пока расскажу, я буду готовить правильное хачапури. Нам потребуется кабачок, сыр, рисовая мука, немного молока, яйца, ну, собственно говоря, приправ. Наташа, вы расскажите, откуда все это богатство? Ну, это прям глаза разбегаются, насколько все тут красиво. Да, это действительно богатство. Я принесла это все из собственного дома. Как ни странно, оказывается, у меня дома очень много изделий ручной работы. От моих любимых мастеров, от моих друзей, подруги. И я хочу вам рассказать, как эти вещи появлялись в моем доме. Ну, я думаю, все было неспроста, по каким-то поводам. Нет, ничего просто так не бывает. Я вообще считаю, что в этой жизни ничего не бывает просто так. Ни люди не встречаются просто так, ни изделия не появляются просто так. Все это, как говорится, божий промысел, и все это делается. Вот смотрите, вот, например, такая вот замечательная игрушка. Был праздник, по-моему, День города, года три назад. Ага. И мне Женя Бочкарева говорит. Ой, я ее тоже знаю, снимала как-то сюжет. Она говорит, Наташа, Наталья Викторовна, имя Наташи не зовут, стесняется. Наталья Викторовна, я вам что-то сейчас хочу показать. Так загадочно сказала. И потом уже, когда я подошла к ней, она говорит, вы знаете, я перебирала свои вещи, кое-что надо было выбросить, там убрать подальше. И тут я увидела красное, ваш любимый цвет. И я поняла, это для вас. И здесь, знаете, написано, здесь живет любовь. Это как-то называется, они же вешаются на входной двери, да, эти штуки? Да, ну, знаете, ну, как вот это любовь, как берег. Да, они привлекают вот то, что веришь. Вот если здесь живет любовь, значит, она должна там жить. Очень красиво. Я, кстати, тоже очень люблю красный цвет. Красивые, конечно, штучки такие замечательные. Вот это тоже работа от Жени Бочкаревой. Это когда было лето, было жарко. Пожалуйста. Сделано из фоамирана. Козырек такой, да? Да, только она у нас делает такие. Это Женя мне подарила на день рождения. Тоже мой любимый цвет. Тепленький, из войлока. Это какая-то... Прямо их носить можно? Да, конечно, это все как положено для того, чтобы носить, чтобы ручки грело. Ну, это же шерсть натуральная. Шерсть натуральная, да. Это сделано из шерсти. Вот. Это... Ну, это я сама себе приобрела. Ну, это от Виктора Кивы. Тоже. Видите, как хорошо. Собственными руками сделал мастер. Я свои очочки сюда кладу. Я предлагаю немножечко прерваться к нам, посмотреть новости. А дальше мы обязательно рассмотрим все более детально. Ну что ж, я берусь за сыра. Наталья продолжает знакомить. Мне очень интересно. Вот сразу зацепился взгляд. Люблю все ярко. Расскажите вот про вот эту вот маленькую, такую аккуратненькую куклу. Обережную куклу. Да. Это, знаете, мы как-то заседали своим мусульским клубом мастеров. И Елена Шубенкова предложила мастер-класс. И на этом мастер-классе мы делали эту обережную куклу. И вот она делается из лоскутков ткани. И это я сделала тоже своими руками. Я сама вообще, конечно, не мастер-рукодельница. Но что я пробовала делать, у меня всегда как-то получалось. И вот такая вот замечательная кукла, которая, она семейница. То есть чем больше здесь лоскутков, тем больше благополучия и достатка будет в семье. Она сделана, вот видите, такая яркая. И здесь вот как бы как все это собирается, как вот семья вся вместе. Еще Лена объясняла, что она может выметать ссор из избы. О, как здорово. Многофункциональная куколка такая. Да, ну и говорят, кто во что верит, да? Поэтому верить надо в доброе, светлое, яркое. Да, потерла сыр. Еще вот хотела с вами поделиться, раз уж вы тоже. Я немножечко увлекаюсь, вот тоже что-то пытаюсь. Сыра немножечко оставляем на посыпку. Когда что-то делаешь своими руками, это ведь так успокаивает. То есть ты, если еще удается отключиться от всех каких-то невзгод, каких-то сложностей. И вот, наверное, вы как главный человек, который руководит этим клубом, давно это уловили и поняли, да? И какой вы можете совет дать людям, которые в повседневной суете просто не находят время, чтобы как-то реализоваться в творчестве? Мне кажется, что каждому человеку свое. Вот любое творчество, будь то изделие ручной работы, будь то, я не знаю, любое другое, там, пение, танцы, надо любить это. Вот когда, если ты любишь чем-то заниматься, нужно обязательно находить хотя бы немножко времени, потому что любое занятие тебя успокаивает. Кого-то ведь может раздражать вязание. Да. Он просто это будет сделать с такой неохотой. Наши же мастера, вот сколько я уже более шести лет общаюсь, да, с мастерами нашими из Суристского городского округа, вообще Приморского края и так далее. Знаете, я смотрю, они настолько... Чем бы они ни занимались по жизни, они все равно находят время заняться своим любимым делом. Оно правда успокаивает их. Оно умиротворяет, вдохновляет. И это помогает им быть равновешенными, добрее к людям. Да просто идут по улице такие люди, они улыбаются. Да, и у них светятся глаза. А от этого света мы сами заряжаемся и сами становимся счастливее. Вот, например, вот работы моей подруги Виктории Соломко. Вы тоже ее знаете. Да, ой, Виктория меня покорила с первого взгляда. Я помню, у меня был такой сложный немножечко поделить жизненный период какой-то эмоционально. И я прям иду на съемку, вот такая вся расстроена. Ну, от нее я шла, она живет рядом с работой нашей. Я летела на работу с вот такими распахнутыми глазами. И самое интересное, что у меня после каждой съемки с народником каким-то, у меня возникает идея, тоже это нужно пробовать. Ну, найти бы время на все это. Так они вдохновляют, да, что кажется, но почему бы и мне не попробовать? Вот на самом деле они действительно такие. О каждом из них можно говорить, просто действительно эфиров не хватит. Очень много времени. Да, мы продолжим. Какие-то еще имена сегодня будем упоминать. А пока я предлагаю сделать зарядку вместе с нашей программой. Всем здравствуйте. Меня зовут Владимир Иванов. Я мастер спорта по карте. Сегодня мы с вами сделаем кардио-комплекс на все тело. Первое упражнение. Прыжок. Ноги в стороны. Руками. Касание. По боку. Тернуться обратно. Так, делаем 20-25 повторений. Следующее упражнение. Одну ногу ставим вперед. И разноименную руку прямую. Будем делать удар сменной стойки. Удар смена. Удар смена. Удавляем скорость. Также 20-25 повторений. Следующее упражнение. Делаем следующее. Упор прессив. Упор нежа. Упор прессив. Поднять вверх. Для более продвинутых можно добавить отжимания. Упор прессив. Упор нежа. Отжимание. Здесь. Стать. На этом мы с вами закончили кардиокомплекс. С вами был Ла-Лена Ивановна. Всем спасибо. Ну вот наше тесто. Вот такое. Немножко, кстати, в рецепте молока. Но вот я даже не знаю. Мне кажется, я плохо отжала кабачок. Но все-таки немножечко давайте добавим. Молока. И мы упомянули вашу знакомую, которая замечательно валяет из шерсти такие изделия. Подругу. Вообще, расскажите, вот сколько клуб объединяет вот таких творческих людей? И где вы их находите? Наталья. Вы знаете, вот клубное объединение «Уссурийский клуб мастеров» – это объединение, в которое входит не более 30 человек. Вообще, самый такой костяк, их человек, наверное, 15, да? Но у нас в городе как-то путают, думают. «Уссурийский клуб мастеров – это значит все мастера». Ну, а я и не обижаюсь, потому что все мастера, они действительно уссурийские. Есть понятие «Уссурист мастеровой», есть клубное объединение «Уссурийский клуб мастеров». Это все одно и то же, или это разные вещи? Разные. Клубное объединение – это те люди, которые именно по интересам собрались, они собираются раз в месяц, ну, и помимо этого участвуют во всех выставках, проводят мастер-классы, ездят на фестивали, конкурсы, любого… Ну, уровни краевые, какие-то региональные, да? Краевые, да, и международные, мы очень много везде. Ну, а так у нас мастеров около 300 зарегистрировано в Уссурийском городском округе, представляете? Ну, такой, знаете, больше костяк, их человек тоже около 40, которые постоянно являются участниками наших выставок, ярмарок, которые проходят в нашем Уссурийском городском округе. Вот. И мы их практически всех знаем лицо, по именам, по отчествам и фамилиям, и о них говорить можно бесконечно. Это на самом деле интересные люди, занимающиеся разным творчеством. Вот легкие на подъем они. То есть, бывает же, знаете, какой-то праздник, звонит какая-нибудь Ольга Муравьева, говорит, приходите в гости, вы такие раз и нашли за 5 минут. Такси, Оль, вот на самом деле они легкие на подъем, несмотря на то, что у каждого, у каждой женщины очень много своих интересов. Конечно, жизнь какие-то свои коррективы вносит, но знаете, мне что нравится? Иногда действительно раз там звонок с администрацией, допустим, вот такой-то праздник, такое-то мероприятие нужно срочно... Нужно было вчера, как говорят, любят, да? Да, и есть люди, которые вот им ночью позвонили, они придут. Они все равно нас поддержат, они нас... Мы их любим, и они нас любят. Все очень взаимно. Ну, вообще это круто, вот такая взаимность, да. И я представляю, насколько приятно, когда вот какие-то подарки такие дарят. Естественно, ты понимаешь, как-то у меня наступил такой период в жизни, что я очень ответственно отношусь к подаркам и продумываю прямо это. И стала понимать, что подарок сделан своими руками, это самое ценное, что может быть. Да, это самое ценное. Вот я вам сейчас покажу подарки, которые подарили мне. Ну, вот, например... Давайте еще один подарочек и погодку посмотрим, да? Вот, например, украшение Натальи Ефимова. Вот, ну как вот, если я надеваю на себя палантин, да, и здесь такая бабочка. Это стрекоза, да? Это настолько красиво, эффектно смотрится. И таких подарков очень много в моей жизни. Я вам обязательно расскажу о самых главных подарках, которые случились в мой юбилей. Он буквально недавно прошел. Я обязательно вам об этом расскажу. Ну, а встретим ли стрекоз на улице пчел или, может быть, стоит взять зонтик? Давайте узнаем все это в прогнозе погоды. Ну, что ж, вот такая погода на улице. У нас тут на кухне своя погода. Я включила плиту, начну уже печь наши, жарить наши хачапури. Наталья нам расскажет про какие-то интересные еще вещицы, которые делают мастера-народники Уссуриска. Напомню, Наталья руководит большим клубом. Сама очень творчески активный человек. Видно, я думаю, что вот эти, как назвать, бусы, да, на вас, это тоже ведь чье-то творчество? Это чье-то. Я даже не знаю, чье, но это действительно чье-то творчество. Вот. Вы знаете, у меня очень много украшений, которые сделаны руками мастеров. Тоже в Уссуриском клубе мастеров есть такая мастер, Любовь Высокская. Ну, я тоже, мне кажется, что знают все. Началось это с того, что на Черниговских родниках, на фестивале, она мне говорит, Наташа, а посмотри. Слушайте, как красиво. И показывает мне колечко. Ну, и так показывает, я говорю, ой, это мое. И все. Я взяла это колечко. Слушайте, это же проволока, да? Это медная проволока, да, и камень. И вот с него и началось. Потом появился у меня вот такой вот. В пару, да? Ой, вы знаете, я его не снимаю, носила, да, и вот так вот кручу это. Я говорю, понимаешь, я чувствую, что оно в руку мне прям как будто бы прям как раз. Обережек какой-то личный, да? Это оберег, ага, я прям. И вот, и потом пошло. Пошли серьги. Красивейшие из этого же камня. А что это за камень? Я, возможно, прослушала, Гаври. Ой, как же он называется? Не буду врать. Я сейчас... Но это какой-то природный, да? Это да, это камень, ага. Это все вот. И вот такой вот получился целый комплект от моей Любаши. А расскажите, Наталья, вот я знаю, у нас Марина с отдела новостей, ну, наверное, раз в неделю кому-то ездит в гости. Я так понимаю, что ваш клуб, он прирастает все больше и больше. Откуда черпаете? То есть откуда узнаете про новых людей? Как налаживаете вот эти связи? Вообще популяризация народного творчества у нас в Иссурийском городском округе, я считаю, очень хорошо развита. Потому что администрация всегда приглашает мастеров на... Какие-то городские, да? Да, городские мероприятия. Мне кажется, ни один городской праздник не приходит без мастеров. Вот там люди сами ходят, смотрят, подходят, интересуются и обмениваются телефонами и записываются. Сейчас очень же модно группы WhatsApp, и мы... Да. Вот у нас есть даже в самой группе, там у меня около ста человек, только в самой группе в этой вот WhatsApp. И вот таким вот образом находятся, приходят к нам в Центр народного творчества, конечно же, рассказывают о себе, мы добавляем в группу, говорим, вы смотрите, следите, и потом, если вам понравится, приходите к нам на выставки, на ярмарки. Таким образом они записываются в клубные объединения точно так же, потому что у нас в Центре народного творчества есть клубное объединение «Рукодельница», которому более 10 лет. Там были очень взрослые женщины, которые только вышивали. А сейчас там, ну, настолько разрослись, что сейчас там и вышивают, и шьют, и вяжут. То есть мастера на все руки. Да, мастера на все руки. Ну, я предлагаю посмотреть, да, сейчас будет короткий блок рекламы, но напомню перед этим, что если вы вдруг ищете работу, то магазин «Светофор» на Лемичевской, 19, предлагает должность грузчика. Все подробности по телефону 8 914 660 75 57. Всем привет! Говорит канал Телемикс, программа «Есть Тудэй», и я ее ведущая Ольга Муравьева. А с нами этот день проводит наш генеральный спонсор – группа предприятий «Янта». «Янта» – продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Всем привет, кто к нам только что присоединился. Я напомню, что у нас в гостях Наталья Антипина, руководитель Клуба народных мастеров города Уссурийска, пришла к нам не с пустыми руками. Вот такая красота сегодня украшает нашу студию. Готовим мы хачапури из кабачка. Все рецепты, в общем, всегда говорю, люблю правильно питаться. Собственно говоря, все, что есть в холодильнике, пошло в ход. Наталья рассказывает про какие-то вещицы, которые делаются своими руками, которые приятно дарить, приятно получать. Наталья, а вы вот рассказали, что делали обережную куколку. А вообще, если брать какой-то вид деятельности, который вас увлекает чаще всего, это вот что предпочитаете делать? Знаете, я не буду лукавить, я не делаю ничего руками. Я все-таки где бы ни работала, чем бы ни занималась, я считаю себя по жизни ведущей счастливой событий. Это все-таки мое призвание. Ближе к вам. Да. Но вот эти вот счастливые события, они объединяют вокруг меня добрых людей. Вот совсем недавно я отметила свой юбилей. И на этом юбилее, опять-таки, подарки были именно сделаны руками наших любимых, дорогих моих мастеров. Вот обратите внимание, вот эта корзинка. Я, конечно, бревнышек немного взяла поленев, да? Но это было украшением моего тоже праздника. Это сделала Ольга Иванова, мастер. Это из газеты? Это сделана бумажная лоза, да. Я видела. У нас очень это модно стало, и вообще у нас очень много мастеров. Ну, не много, но качественные такие работы, что просто даже диву даешься, что это не настоящая лоза. Вот это сделан венок. Видите, он сделан тоже из кукурузы, натуральные цветы. Это сделала Елена Бубарева. Вот эти вот украшения, эти украшения я украшала свой головной убор на юбилей. Это сделала Наталья Толмачева. В народе Посыпкина. Вот, видите, какие красивые. Их можно и на шею, и как вот здесь на грудь. А это сделано мыло Наташей Посыпкиной. Тоже мыло, которое я дарила всем гостям. Вот такие вот красивые. То есть вы еще всех отметили каким-то своим оригинальным подарочком, да? Да, обязательно. Вот. Вот эти вот колечки из дерева, из сучка. Это сделано тоже мастером. Мне в подарок. Вот это стучок. Представляете, названа серия «Дальневосточный янтарь». Ну, потому что здесь же смола, все это застывшее. И мастер Анатолий Черевко назвал это. Он сусуриска? Да. Слушайте, это прям что-то... Я такого еще не видела. Вот такой вот он стал. Он делает все из дерева, много что. И скульптуры. И вот недавно он с ЛРЗ победили в конкурсе «Скамейка дружбы». Подарок усуриску. И вот. А сейчас он стал делать украшения для нас, девочек. Какой молодец. Да. Это его еще и селье. Специалист на все руки, да? Да. Вот так вот у нас очень много всего красивого делают наши мастера. В нашем клубе есть вот тоже мастер. У меня кольцо Людмила Глушенко. На мне колечко. Вот ее сделаны ею серьги. Ну, я две сразу сережки. Так как я люблю красный цвет, это очень красиво смотрится. Вот. А вот такая шикарная брошь, сделанная из бисера. Это мы недавно тоже показывали. Вы по телемиксу. Да. Это была Инесса Кокорина. Это ее брошь. Наверное, у каждой женщины практически уже есть брошь от Инессы. Такие красивые, шикарные. Вот такие замечательные штуки могут делать наши мастера. Давайте посмотрим опрос. Какие замечательные знания школьные знают наши жители города? Прямо на земле. Ну, наверное, что-то анаконда слышала. Анаконда? Анаконда? Сейчас вспомнить бы еще. Удав вроде, нет? Анаконда. Анаконда. Растения различные. Наука растения. Ботаника изучает растения. 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 Цветы. Кжок. Хурма, возможно. Сочность мякотью. Персик, какой-нибудь абрикос. Ягода. Персик. Ягода. Манго. Круг. Шар. Круг. Круг. Круг, овал, квадрат... Ой, круг, овал, шар. Круг. Требующая. Теорема. Теорема, точно. Теорема, да. Теорема. Не знаю. Теорема. Вот это я уже забыла. Диаметр, по-моему, называется. Радиус. А я забыла, как называется. Радиус. Радиус, точно. Радиус. Радиус. Это получается радиус. Ну что ж, наше хачапури уже вкусно пахнет. Немножечко не соблюла я консистенцию теста, поэтому приходится мне вот несколько раз туда-сюда переворачивать. Вообще тесто должно быть гуще, чтобы она вот формировалась такая лепешечка. Ну и получилась она у меня маленькая, поэтому я яйцо вот в серединку залью яичко. И не весь желточек, а вот буквально чуть-чуть. Делаем поменьше огонь. Наталья, ну расскажите, очень интересный момент. Вот люди, которые чувствуют, что есть какой-то посыл к творчеству, где вас найти? Есть ли, может быть, в Инстаграм какие-то ссылки? Может быть, куда прийти, да, чтобы вот пополнить, примкнуть к единомышленникам, пополнить какую-то группу и творить, и что-то новое изучать? Да, конечно, я считаю, что каждый человек должен свой досуг где-то как-то устраивать, да? И, конечно же, для того, чтобы нас найти, нас очень просто найти, Центр народного творчества Пушкина 88, двери нашего центра всегда распахнуты для всех. Это учреждение, обособленное подразделение централизованной клубной системы, оно единственное в городе, которое вот так вот серьезно занимается популяризацией народного творчества. С 2008 года именно Центр народного творчества объединяет мастеров, рукодельниц, и у нас уже три мастера стали народными мастерами Приморского края. Кстати, звания, да? Вот я недавно смотрела материалы коллег из соседней редакции, что стали присваивать какие-то звания. И звания, причем не в городе, а на уровне края. На уровне края, да, Приморского края. У нас первым мастером стала Аня Иванникова, она, к сожалению, сейчас уехала с города, но ее родители здесь живут, она приезжает. Она, по-моему, наверное, мама у нее работает в кабинете? Да, это Татьяна Миталовна в Борисовке, заведующая домом культуры Авангард. То есть ее дочка, да? Ее дочка, да, Анечка. Она каким видом рукоделия занимается? Вы знаете, у нее тоже очень много разновидностей творчества. Вот есть мастера, которые каким-то одним видом занимаются, а есть мастера, которые настолько многогранные, и у Ани очень красиво, она, наверное, одна из первых. Пэтчворк – это лоскутное шитье. Вы знаете, вот когда собирают с разных лоскутков тканей и шьют и одеяло, и костюмы. Вот у нее замечательная серия, она шила костюмы к Масленице. Вот это Аня Иванникова. Я, кстати, этим пытаюсь заниматься, но уже из года в год решила сделать одеяло из старых футболок дочери маленькой, чтобы ей на память. Но это, знаете, я достану, сошью несколько, их отложу на полгода. И все хожу, думаю, господи, когда я довяжу свое одеяло? Потому что есть еще одно любимое занятие, это вот те, чем вы занимаетесь непосредственно. Значит, следующий у нас мастер, народный мастер Приморского края – это Аганес Оревян. Ой, тоже были у него в гостях. И мастер, вы все его знаете, в городе его знают все по его скульптурам, по его замечательному творчеству. Он делает и из дерева, и из запена. Это шикарно. Да, он мастер, конечно, шикарный. И на хороводе дружбы кто бывает, и смотрит его работы. А в этом году у нас два мастера стали мастерами народными. Это Евгения Бочкарева, которую вы тоже знаете, и ее работы здесь представлены тоже. И наша заведующая Домом культуры в селе Корсаковка – это Мариана Мусаева. Тоже знаменитая наша Мариана. Я считаю, что это такой человек многогранный, она тоже народница, я бы так сказала. Потому что она и в народном творчестве во многом понимает и имеет вкус. Гордо слышать, что у нас столько народников. У нас тем временем появился вот такой хачапури. Немножко, я уже сказала, жидковатое тесто получилось. Если будете пробовать, нужно посильнее отжать кабачок. Ну и давайте прервемся на рубрику мини-мы, дальше уже будем продолжать готовить. И под такую интересную беседу готовка идет гораздо быстрее и проще. Макароны, как у всех детей, но с котлеткой, не, мясные колобочки мы их называем, фрикадельки. Я люблю макароны с мясом, часто в садике дают. Лето, однозначно, потому что можно гулять, бегать сколько захочешь. Зима, катаешься на санках, на коньках. Очень любят кошек, и нашу домашнюю кошку тоже очень любят. Котенок. То, что у меня дома есть котенок, он маленький, ну, ну, спит так, прям, ну, он все равно на кровати, она спит. Голубо. Голубые. Нет, ей не нравится ходить в садик, и никогда не нравилось. Нет, ничего, есть друзья у нее в садике, есть, там, хорошая воспитательница вроде любимая, но вот чтобы она любила ходить в сад, это нет. Мне нравится ходить в садик, потому что, ну, я там с друзьями играю, ну, всякие, там, в догонялки, в прятки. У нее каждый день может быть по-разному. Я думаю, что, ну, на данный этап, наверное, врачом. Я думаю, хотя вообще не удивлюсь, что если, что она скажет что-то другое. По эхмахерам. Делать прически, заплетать там, например, кому-то что-то. Ну, я прошу помогать мне с уборкой в своей комнате, чтобы прибиралась. Я прошу помогать мне убирать со стола за собой. Я привлекаю поучаствовать в приготовлении еды. Я сначала делаю палатку, потом я убираю, ну, кофрик на место, чтобы он, вот, ну, был ровный. Я еще маме помогаю пол мыть. Она занимается ментальной арифметикой. Ну, считает. Рисовать любит, разукрашивать. Пишет записки все время родителям. Я рисую, как бы, ну, большие рисунки такие, вот. И еще мне нравится раскрашивать. Еще я играю с другом на улице. Я не знаю, что может мечтать ребенок в 6,5 лет. Но она, кстати, очень хотела в школу со своими друзьями. Ну, она вот прям, у них в садике полгруппы ушла в школу, а она еще по возрасту не совсем доросла. Куда-то полететь именно на самолете. Например, ну, например, Хабаровск, Владивосток. Характером на маму. Однозначно. Тут без вопросов. А по внешности, ну, говорят, что больше на папу. По крайней мере, губки. Там, это однозначно папина. На папу. Папа, ну, там что-то делает. И я ему помогаю в этом. Ксюшенька. Солнышко. Ксюня. Солнышко. Ей очень нравится, когда ее солнышко называют. То есть, там, какие-то другие она не очень любит. Она просит, чтобы меня называли Солнышко. Я Солнышко. Ну что ж, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас Наталья Антипина. Рассказала нам сегодня столько всего, много интересного. И, кстати, хочется отметить, что Наталья прекрасно поет. И мы сегодня в конце программы увидим клип, который они с подругой посвятили ко Дню Горда. Я уже посмотрела. Вот такая штука получилась. Расскажите момент, уже знаем мы, куда людям обращаться, да? Что нужно для того, чтобы стать членом вашего клуба? Уметь ли нужно делать? Или вы можете вообще учить и приходить, и у вас-то узнавать все новое? Да. Вы знаете, у нас каждый мастер может и любит проводить мастер-классы. Поэтому, если вы просто не занимаетесь ничем, но сильно заинтересовались, то, конечно же, приходите. Мы вам порекомендуем любого мастера, и он научит вас тому, чем вы действительно хотите заниматься. Ну, конечно, сейчас очень много в соцсетях различных мастер-классов. И вот мы говорили о том, что можно прийти. Но так как у нас развита сеть Инстаграм, да, то понятно, что вы можете набрать в Инстаграм то, чем вы хотите заниматься. Например, Войлот, то покажет вам Инстаграм всех тех, кто занимается волоковолями. То есть все продвинутые мастера домой идут в соцсети, да? Знаете, когда мы, я помню, когда начинала заниматься именно с мастерами, именно вот вы уже поняли, что я, как бы, фольклор для меня – это с самого раннего детства. И песни, и танцевальная культура, и вообще народная культура, проведение праздников – это мое любимое дело, проведение праздников, особенно народного плана. Вот. А когда я стала более вот, более так вот углубилась в декоративно-прикладное творчество и стала работать с мастерами, то начиналось так, что никто, ну, каждый же хочет, вот если я валяю, то хочу валять. Если я и бисером занимаюсь, а когда мне еще найти время, чтобы вот какую-то страницу завести в Инстаграм, выставить там, и это же надо фотографировать иметь. Сейчас я вам хочу сказать, наши мастера и фотографы, и ведут, и блогеры, и вообще иногда смотрят, и диву даешься, как они быстро. Настала такая эра, да, что настолько у нас ТикТок, Инстаграм, я смотрю по своему ребенку, она часами там пропадает. Правда, правда. И от этого, мне, честно говоря, волнительно. А у вас, кстати, есть в вашем клубном формировании вот своя страничка в Инстаграм? Да, у нас тоже есть. Тоже есть, да? Уссурийский клуб мастеров. Так называется? Набирайте, заходите, да. Ну, а Центр народного творчества, он более широко популяризирует творчество всех мастеров, проживающих у нас в Уссурийском городском округе. Ну, и, конечно, на сайте Централизованной клубной системы вы найдете галерею мастеров, где мастера представлены в буклетах, которые мы ежегодно выпускаем. Кстати, да, то есть у вас есть такой отчетный период, да, когда можно вот прям посмотреть какие-то моменты. Да, на сайте Централизованной клубной системы есть и мастер-классы, тоже проводимые нашими мастерами. Ну, и, конечно, на Инстаграм-страничке тоже Централизованной клубной системы. Вот буквально недавно вы знаете День города. И, кстати, знаете, что приятно? Что оказывается на всех аккаунтах нашего Уссурийского городского округа больше всего фотографий с мастерами и видео. Это гордо, это здорово, да. Да, я хочу, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и рассказать, что нам помогает в борьбе с жиром, с какими-то пятнами наш друг и партнер, группа предприятия «Чистый дом». Найти их можно по Тимирязево, 29 и Советской, 76. Там вы купите любые средства, чтобы у вас на кухне, дома, в ванной была идеальная чистота. Ну вот у нас наша вторая лепешечка готова, она получилась побольше. Я уже не скупилась и не переживала, что у нас что-то пойдет не так. Каждая хозяйка, наверное, чувствует, когда что-то в рецептуре нарушено. Сыром посыпаем сверху и закрываем еще крышечкой, немножко потомиться. А я расскажу, что Наталья, у нас в гостях Наталья Антипина, и мы уже в начале программы говорили, что Наталья замечательно поет. Буквально через несколько минуток вы увидите клип, который они с подругой подарили на день города. А вы расскажите историю, то есть вот буквально небольшая история, как это все родилось, как снималось, очень интересно. Вы знаете, вообще я, например, лично не люблю участвовать ни в каких конкурсах и соревнованиях, так как это сложилось. Ну, не считаю, что нужно что-то кому-то доказывать. Я люблю дарить людям радости, чтобы это нравилось тем, чтобы были все счастливы. И вот таким вот образом вот это вот счастье и так и получилось. Мы шли с подругой и увидели, что в общую группу, рабочую группу нашей централизованной клубной системы, руководитель сбрасывает видеоролик, в котором говорится о том, что «Горизонт» организовывает общегородской конкурс вокалистов, о чем поет уссурист. Ну, и мы так пошутили, ну, что, давай споем, ну, давай споем. И вот этот конкурс подвиг нас на то, в принципе, чтобы записать видеоролик, который мы записали в Изумрудной долине. Причем, знаете, мы даже не знали, ну, не предполагали, как это все будет. Мы там, ее подруга начала нам помогать скидывать такие, сценарист, как говорится, постановщик, скидывать такие картинки, как она видит, когда она услышала эту песню. А, при этом мы записали же песню. Сначала аудиодорожка родилась. Да, аудио, да. У Вадима Севаева, самого лучшего звукорежиссера нашего города. Вот, мы записали, и вот начали друзьям рассылать, и все, все почему-то плачут. И все говорят, ой, как это тронуло до слез. И вот у этой Виолетты начал рождаться такой вот сюжет, как она видит. Ну, я сама режиссер, и я думаю, я прям соглашалась с каждым, потому что у меня было видение точно такое же. То есть все эти видения соединились в одно. Мы нашли Анечку Виляеву, потому что она лучший в виде оператор. И Аня, благодаря ей, она начала снимать. Причем, когда мы собрались на съемку, а, мы же еще шили наряд, мы же шили наряд с Викиного шелка, на котором она валяет свои изделия, она пустила его на наши эти платья. Мы взяли девочку, которая сейчас моя внучка, у меня сын женился, и у него помимо своего ребеночка еще появилась сынок и доченька. И вот эта внученька моя драгоценная, Настенька, она олицетворяла наше детство в этом клипе. Знаете, вот, наверное, как раз вот этот момент меня как маму тронул больше всего. Когда вот я действительно смотрела, и вот слезы в глазах, это настолько получилось круто, поэтому не будем больше болтать, давайте смотреть скорее. Дорогой наш шусуриск, в этом году мы, Виктория Соломко, Наталья Антипина, так же, как и ты, отмечаем свой юбилей. Ты старше нас на сто лет. Двадцать лет назад наши дороги из разных концов страны привели нас сюда. И ты стал для нас родным. Мы встретились и подружились. Мы любим бродить по твоим скверам и улочкам, участвовать в твоих ярких культурных мероприятиях. И от всей души хотим поздравить тебя с юбилеем. Уважаемые уссурийцы, примите самые искренние поздравления с большим праздником для каждого из нас, с днем нашего любимого города. Пусть наш город будет согрет любовью и улыбками друг друга. Дорогой уссурийск, прими в подарок от нас песню. За синими туманами За синими туманами Где плещется река Где плещется река Где сосны серебристые Качают облака За синими туманами За синими туманами Загадочными странами Загадочными странами За синими туманами Скучаю я слегка За синими туманами В неведомом краю Я часто песни мамины Сама себе пою За синими туманами Загадочными странными Я в незнакомой девочке Себя вдруг узнаю Переяди стрелки часов назад Пусть не спешат Пусть они не летят Как мы взглянули тайком Ходкой одним глазком Там, где туман Там, где река и облака За синими туманами Живут мои мечты Там мысли и желания Понятны и чисты За синими туманами Загадочными странными За синими туманами Остались я и ты Переяди стрелки часов назад Пусть не спешат Пусть одни не летят Как мы взглянули тайком Ходкой одним глазком Там, где туман Там, где река и облака Как мы взглянули тайком Ходкой одним глазком Там, где туман Там, где туман Там, где река и облака Переяди стрелки часов назад Пусть не спешат Пусть не спешат Пусть они не летят Как мы взглянули тайком Ходкой одним глазком Там, где туман Там, где река и облака Там, где туман Там, где река и облака Ну что ж, вот такая Замечательная работа Вот автор Ну, соавтор, да, у вас было Там трудился, как мы узнали Огромный коллектив Над тем, чтобы вот Родилась такая песня Ко дню рождения Уссурийска Ну, мы завершаем Наш хачапурик готовый Наталья, расскажите еще Про самую какую-то вещь Про которую вы еще ничего не сказали Вы знаете, я хочу вам рассказать Про эту феечку Когда мой сын Виктор Антипин Женился На самой лучшей девочке В мире галочки Мэга Линка Она решила, что свадьба ее будет ромашковая И вот родилась вот эта вот феечка Ей в подарок Можно посмотреть? Да, возьмите Это сделала Евгения Малеревич Она сейчас живет в Калининграде Слушайте, ромашечки как настоящие Да И вот посмотрите Вот такие вот браслетики Мы делали каждому украшения Бутоньерки Слушайте, а глазки какие у нее замечательные Ресничка Каждая ресничка отделена Ой, супер Это прям на свадьбы, да? Да, это на свадьбе Каждый гость Это Витина бутоньерка И каждому гостю была бутоньерка Девочкам браслетики И все это было в ромашковой Я просто хочу сказать, что все-таки вот народное творчество Ромашки, русская природа Вы знаете, у меня есть такой девиз по жизни Жить, любить, творить надо по-русски Это модно Вот именно все это и народное творчество в целом объединяет людей, которые со мной рядом живут, трудятся И это дарит мне большое счастье Знаете, как-то так получилось, что вы прям подвели финал нашей всей беседе И я напомню, что у нас была в гостях Наталья Антепина Которая возглавляет объединение крупное мастеров-народников Уссурийска Готовили мы правильные хачапури В ингредиентах у нас только кабачок, яйцо, рисовая мука, сыр, молоко Ну и, собственно говоря Тоже народное творчество Тоже народное творчество Поэтому, Наталья, ну буквально пару слов, пожеланий каких-то горожан, и мы будем прощаться Я хочу пожелать всем действительно крепкого здоровья Наш город, наш город это самый лучший город на земле Где живут самые лучшие люди Я хочу, чтобы каждый из жителей был здоров Это самое главное Счастья, здоровья, благополучия и радости каждому из вас Счастливых событий побольше в нашей жизни Всего доброго и до новых встреч, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова